Всем привет! Продолжаем смотреть картины художников Роберт Сеймур. Английский художник, каликатурист, иллюстратор, гравер. После рождения Роберта семья переехала в Лондон, где умер его отец. Чтобы помочь обедневшей семье, Роберт устроился работать на фабрику создателем шаблонов. Под влиянием художника Джозефа Саверена Сеймур увлекся живописью и в возрасте 24 лет начал успешно создавать профессиональные полотна. Я пользуюсь википедией. Уже в 1822 году его картины иллюстрации книги Тасса «Освобожденный Иерусалим» в числе других экспонировалась в Королевской академии художеств. Сеймур плодотворно работал, что позволяло ему жить с комфортом. У него было много заказов с 1822 по 1827 год. Но после 1827 года успехи Сеймур закончились. Королевская академия перестала принимать его графические работы и иллюстрации. И у художника возникли финансовые проблемы. Он продолжал писать картины маслом, изучал технику гравюры и начал зарабатывать себе на жизнь книжными иллюстрациями. Создает рисунки и иллюстрации для поэтических сборников, мелодрам, детских книг, топографических и научных работ. Получил работу в издательстве Лейси, где встретился с известным мастером сатирико-политической карикатуры Джорджем Кругшанком. Я, кстати, о нем сделал сюжет небольшой, так, информация. Под его влиянием он начал рисовать карикатуры и эмористические рисунки. Через несколько лет, в 1830 году, художнику было предложено создать еженедельную литографическую и эмористическую серию, которая пользовалась большой популярностью. Сеймур занимался этой работой до своей смерти. Роберт Сеймур, автор многих иллюстраций, произведениям Шекспира, Мильтона, Сервантеса, Уордсворта, а также портретов, пейзажей, миниатюр, которые можно увидеть в музее Виктории и Альберта. Наиболее известна его иллюстрация к роману «Посмертные записки Пиквицкого клуба» Черза Диккенса. Говорят, что Диккенс остался недоволен совместной работой. Гравюру ко второму выпуску записок Диккенсу не понравились, и он попросил Сеймура о встрече, сделав это в максимально вежливой форме. «Я давно собирался написать вам, какая это для меня огромная радость, что вы отдаете столько сил нашему общему другу, мистеру Пиквику, и насколько результаты вашего труда произошли мои ожидания», — писал Диккенс Сеймур. Сеймур был человек с пульчивым, резким, нервным, успевшим повздориться со многими партнерами. Встреча состоялась. Как она проходила, неизвестно, но в конце Сеймур ее оборвал и ушел. На другой день он приступил к новому эскизу, но вдруг бросил работу, вышел в сад и застрелился. Такой был импульсивный, видимо, человек. Работу уже нас с записками продолжил. Браво! Ну вот, пожалуй, все, что я нашел в Википедии о Роберте Сеймуре, английском художнике-карикатуристе, иллюстраторе-играюре. Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое.